Здравствуйте! Меня зовут Ольга Валентиновна. Я один из авторов учебников по общей биологии и по базовому уровню, и для профильного обучения. И я хочу сказать, что по отзывам тех преподавателей, которые пользуются нашими учебниками, учебники хороши. Не сочтите это за хвостовство. К нашему учебнику профильного уровня существует практика. Поэтому, это отдельная книга, она, вот это вот, это практикум, там есть и задачи, и есть практические работы. В чем отличие нашего практикума от других? Здесь есть такие лабораторные практические работы, которые никогда не были в школе. В университете было в школе, но не было. Связано это в основном с тем, что, допустим, если говорить о хромосомах, сложно очень было обеспечить качественную фотографию хромосом. Сейчас, поскольку в каждой практической школе есть множительная техника, то мы сочли, что сделать копии фотографий вполне возможно, а без них мы работать не можем. Эти практикумы, они изданы, они есть в магазинах. Вы можете купить их в магазине, можете заказать в издательстве просвещения, вам их доставят или по почте, или другим способом. А я просто расскажу, как работать с этими работами не совсем, конечно. Как у нас озаглавлен материал, кариотипы и хромосомы. Надо сказать, что этот материал вообще не очень хорошо известен в школе. А для современного человека знания, по крайней мере, базовые знания, потому что такое кариотипы, что такое хромосомы, могут быть очень полезными, а в некоторых, к счастью, но очень частых случаях и жизненно необходимы. Мы с вами поговорим сегодня о нескольких лабораторных работах в этом практике. Это три работы. Просто хромосомы, не кипитающих, и кариотип. И более позднее, скажем так, по времени обучения темы. Это геномная хромосомная мутация. Это тема генетика. И кариотип человека, и так называемая хромосомная болезнь человека. Вот о них мы и поговорим. Но сначала мне хотелось сказать очень коротко вообще о хромосомах и о кариотипах. Мы с вами знаем, что хромосомы можно видеть только во время телевизора. Это во всех учебниках написано. Но вот обратите внимание, вот у нас хромосомы. Это хромосомы растения коньской бобы. Хромосомы у него не много, всего 12. И все равно мы видим, что здесь отдельная хромосома есть. А изучить мы их никак не можем. Они в куче лежат. А у человека 46 хромосом. Ну, надо сказать, что вот по таким фотографиям, как здесь приведено, изучение хромосомы и кариотипов. Это иллюстрация, что такое хромосома человека. Эту фотография, встанавливающую электронную метеоскопию. Вот, чтобы нам все было понятно, сначала, то есть, она немножко о хромосомах. Поскольку хромосомы уже удвоились перед метеосом, они всегда вот такие вот двойные. Их и рисуют такими двойными. И изучают двойными. В каждой хромосоме такой две молекулы дырка. От одного конца до другого. Необходимы матологические черты хромосом. Есть центромеры, которые очень хорошо видны. Не сами центромеры видны, а их место, где они расположены. В этом месте молекулы ДНК в одной половинке и в другой, они не соединяются. Тут соединены они белками. То есть, вокруг хромосомы буквально застегнут поясок, который и держат рядом. А вот, когда будет анофаза, поясок расстегнется, они спокойно разойдутся. Это место постоянно для каждой хромосомы, для каждого вида. Поэтому это очень хороший маркер для различения разных хромосом. Чтобы описывать хромосомы, различают еще плечо хромосомы от центромеры до одного из концов. Значит, это двуплечие хромосомы. Если мы будем различать половинку хромосомы не от центромеры до конца, а по всей длине, это будет хроматиба. Хроматиба существует только тогда, когда хромосома удвоена. Тогда в хромосоме две хроматибы. Когда будет анофаза, хроматибы разойдутся, и каждая хромосома станет своей отдельной хромосомой. Это хроматиба. Ну и теломеры, вы знаете, что это необходимый участок хромосом, но на обычных фотографиях это не видно. Хромосомы классифицируют. В первую очередь, ну естественно, по размеру, есть большие, есть маленькие, но и по положению центромера. Когда плечи хромосомы примерно одинакового размера, это метацинкологическая хромосома. Если центромера сдвинута к одному концу, это субметацинкологическая хромосома. Иногда, не всегда, выделяют субтеллокцинкологическую хромосому, когда сдвинута сильный конец. И уж тогда совсем на конце. И маленькие крошечные плечики. Это хромосома атрацинкологическая. Это то, что нужно нам знать для классификации хромосом в кариотипах. Теперь о кариотипах. Кариотип – это видовая характеристика. То есть для каждого вида животных и растений свой кариотип. Мы в основном будем говорить о лего-питающих, хотя некоторые другие животные управляют. На растениях мы сегодня говорим. Что такое кариотип? Вот эта вот картинка, которая у нас была, вот эта вот, это еще не кариотип. Это фотография хромосома. А кариотип – это полный систематизированный набор хромосом. А относить его можно к одной клетке. К одной из многоговорил этой видовая характеристика, к виду. Можно относить, можно сказать, кариотип этих клеток, это кариотип человека, кариотип хомячка. Какие основные характеристики кариотипа? В первую очередь, это два О – количество хромосом, ну а потом количество пар метацинтрических, СО – метацинтрических, акроцентрических хромосом и обязательно количество умерфологии половых хромосом. Поскольку мы знаем, что у нас одно хромосомное определение пола у млекопитающих в этом случае. Вот так вот выглядит полностью описанный и классифицированный кариотип. Это кариотип хомячка, барабельского хомячка, он воноусский хомячок. Кариотип у него небольшой. Видите, 2Н20, то есть только всего 10 пар хромосом. И, значит, описание 9 аутосом, одна пара половых хромосом. Хромосомы четко делятся на группы большие метацинтрики, средние метацинтрики, акроцентрики, здесь всего одна пара, и группа очень мелких метацинтриков. И выделяются половые хромосомы. Это субметацинтрики, или можно даже сказать субтилоцентрики, у них очень короткие плечи. Это непартные, естественно, хромосомы, потому что это кариотип самца. Вот, собственно говоря, и все, что включает основной официальный кариотип. Теперь посмотрим, а какие кариотипы могут быть по размену? Сколько там может быть хромосом? Ну, нетрудно догадаться, что минимальное количество – это 2 хромосомы. Ликопитающих с таким кариотипом нет. А вот некоторые звери есть. Это австралийский прыгающий огненный муравей или муравей-бульдог. Так его называют, потому что он очень больно кусается. Мы знаем, что у переполнителя крыльев, к которому относятся муравей, у них гаплодиплоидное определение пола. То есть диплоидны только самки. А самцы развиваются из неоплодотворенных лиц, поэтому они гаплодиплоидны, и у них минимально возможное число хромосом. Одна. Ну, а сколько максимальное число хромосом? У млекопитающих достаточно среднее число хромосом, а вот представители других таксонов могут быть весьма крупные. То есть, периодически чемпионом являются радиоагрии, одноклеточные эукариоты. У них, видите, двое написано примерно 1600. Почему примерно? А попробуйте 1600 хромосом посчитать. Они же точечки. А среди многоклеточных животных это бабочки-голубянки. Тоже примерно 440 хромосом. Потому что вот они, ну и как бы посчитать. Можно посчитать, конечно. Ну, если говорить о млекопитающих, то для млекопитающих с не меньшим числом хромосом это индийский карликовый оленек, мой зван. Правда, у него кариотип не самый простой, поскольку у него х хромосома транслоцирована на одну из аутосом. И это далеко-далеко не сразу поняли. Видите, у нас кариотип самца состоит из 7 хромосом и вроде бы 3 половых хромосом. Что это Y хромосома? Понятно, а эту часто называли. Раньше Y1, а это Y2. Пока не разобрали, что вообще-то это аутосома. А X хромосома, она транслоцирована. Транслоцированная. Значит, такой тип определения, определение пола такое же, X Y. Вот эта ситуация с транслокацией X хромосомы, она встречается не только у оленеков, у некоторых грызунов, тоже такая вещь, что есть. Другой вопрос, как при этом протекает миоз. Что касается грызунов, некоторых известных имен, то у них, вот такие носители таких вот половых хромосом, у них снижена плодовитость, потому что часть зеркот, окажется, не очень способна. Про оленка мне пока что ничего не известно. У самок оленка, у нее, естественно, вот этих хромосом нету, и этой аутосомы нет. Это нормальный аутосом и тридцат хромосом. А вот две таких X хромосомы, тогда две такие хромосомы. Ну, а самый большой кариоцеп, у нас чемпион, тоже весьма экзотический зверь, красная выскаженная крыса, живущая в Южной Америке. Я восхищаюсь теми цитоведневствами, которые учитывались проанализировать его кариоцеп. Потому что найти пары в среде ста двух хромосом очень сложно. Скажем так, южноамериканские цитогенетики поначалу утверждали, иногда еще сейчас утверждают, что это тетраплоидное животное. Но мы знаем, что полиплоидов все-таки о млекопитающих на настоящее время не обнаружено. Кроме того, что нарушается баланс елок, еще возникают сложности сегрегации половых хромосом. Ну, если будет 2X и 2Y, а вот, или 3X и 1Y, это очень сложно. С сложными методами анализа хромосом все-таки показано, что нет. Это диплоидное. Такая же ситуация была с золотистым сирийским хомячком. Его часто держат дома. Это лаборатория животных. У него 44 хромосомы. У близкого родственника, китайского хомячка, 22 хромосомы. Тоже было предположено. Это полиплоиды. В интернете вы и сейчас, иногда может вам попасть сообщение, что сирийский хомячок все троплоит. Это не так. Это ошибка. Это доказано, что это диплоид. И красный, 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 и красный. Ну, а сейчас мы от экзотики перейдем к тому, кто нас больше всего на самом деле не тесует, человека. 46 хромосом, вы видите, их сосчитать, ведь и здесь не очень просто. А вот, несмотря на то, что метапазная пластинка, идеальная. Никакого наложения хромосом друг на другом. Вот. Когда, то самое, начали изучать периодипы хромосома, это на вторая половина 50-х летов прошлого века, то возникла, конечно, сразу проблема, как их различать. Поэтому в 1961-61 году специальная конференция международная, которая проходила в Денберге, что разработала номенклатуру, как раскладывать, артистировать креатив человека. Разделили на 6 групп, большие метацентрики, средние метацентрики, малейной акрацентрики и так далее. Принято сейчас раскладывать обязательно хромосомы длинным плечом вниз, в вертикальном положении, чтобы она стояла на ногах. Можете также найти в интернете, когда они переведутся. Это нельзя сказать, что неправильно. Если это особенно не человек, а какой-то экзотический звезд, то исследователь сам решает, как можно расположить хромосомы. Но все-таки общепринятое это вот такое. Видите, это не очень удобный для анализа кариатив. Почему? А потому что вот эти вот хромосомы и вот шестую от двенадцатой различить можно, а шестую с седьмой или седьмую с восьмой очень сложно. Поэтому пытались найти способы окраски так, чтобы можно было освещаться хромосомами. Их нашли. И поэтому примерно через десять лет прошла новая парижская конференция уже с использованием вот такой вот дифференциальной окраски хромосом. Что это такое? Это хромосомы, уже препараты, готовые препараты хромосом обрабатывают раствором с низкой концентрацией и очень недолго протеолитического фермента крипсина. Крипсин разрушает некоторые белки, но плочность связывания белков с ДНК разная. Поэтому вот в этих частях светлых крипсин вывел все белки, а в темных они остались. И тут к счастью оказалось, что вот эта вот картина полосатости хромосом, она не меняется. Что бы с хромосомами делали. Транслокация, значит, те части хромосомы, которые остались, они окрашены точно так же. Близкие виды одинаковые по содержанию хромосомы окрашены точно так же. Это очень помогло исследовать. Мы сегодня об этом поговорим. И вот здесь вот мы уже видим, что все хромосомы мы различаем в лесу по одиночке. Это важно. Вот. Теперь, значит, переходим к вопросу. Ну, а зачем, в принципе, периодику изучать? Ну, помимо того, что это интересно, интересно, это, конечно, главная двигатель науки, но все это. Различение видов длинников. Когда разработали методы изучения хромосом и начали смотреть хромосомы у всего, что попадается под руку, очень быстро обнаружили. Вот была такая полевка, полевка обыкновенного, метроту сорвались с очень большим ареалом, ну, полевка и полевка. Начали изучать, оказалось, поймали эту полевку где-нибудь в центральной России, она такая, поймали ближе к Уралу или за Уралом, а у нее оказалось не 46 хромосом, а 54. Это совсем другой вид. Это метроту с русским регионалом. они, их ареалы перекрываются, в естественных условиях они не скрещиваются, в искусственных условиях, конечно, можно составить гибриды, на самом случае женского пола, без плодов, и так далее. Изучение показало, что видов длинников, а вот длинников с обычной полевкой много, здесь нет все. Видите, у них разное количество хромосом, только поэтому изучили. Ну, и что касается хромосом человека, то, конечно, первое, что начали изучать, это некоторое вращение уродства человека, и выяснили, что многие из них связаны с хромосомом. Ну, с синдромом Дауна и знакомы, конечно, все вместе другие. И особенно это важная сейчас кариотипа родителей, у которых родился вот такой вот ребенок. Родителям надо знать, а как, что им можно ожидать дальше, и можно ли этого ребенка лишить. Потом оказалось, что многие леникозы, вообще все раковые заболевания связаны с нарушением хромосом. Но лейкозы, поскольку клетки лейпенические получать для анализа гораздо проще, чем исследование опухоли, это в первую очередь лейкоза. Вот в первом 1956 году был исследован хронический милый лейкоз человека, и там сразу нашли мастерную хромосому. Ну, и чисто научные задачи это изучение частоты хромосомных мутаций, популяций, хотя это не совсем научно, практическое, а также изучение, а как идет эволюция, как эволюция связана с хромосомами, эволюционирует и кореокиты, и так далее. Сейчас я коротко расскажу о всех этих важных. Ну, вот, про Реда Деники я вам рассказала. Врожденные аномалии, это пример одного из такого синдромов, я не привожу здесь даунах, все знают, что это присоединение по 21-й хромосомы, это реже встречающиеся присоединения по 18-й хромосомы, тезовые нарушения, с всеми симптомами, то есть системственной отсталости, видите, мальчик пристегнет кресло на кресло, нарушения движительных, оборужения и сниженная продолжительная жизнь. дети умирают достаточно рано. Или вот это вот, это молодая здоровая женщина, но на новых хромосомах у нее родился ребенок с синдромом Дауна, она обращается в медикогенетическую консультацию, естественно, подтверждается синдром Дауна у ее точки, ее хромосомы считают и обнаруживают, что у нее 45 хромосом, а не 40 хромосомы. Но вот такая хромосома, это транслокация 21 на 21. Центрическое снижение. Для нее все нормально, все гены в норме, все они есть, все в нормальном количестве, поэтому симптомов нет никаких, она здравна. Ну, теперь посмотрим, вот она видит генетическая консультация, ей объясняют, что. Давайте посмотрим, а как будет протекать невез такой женщины. Все хромосомы образуют нормальные револенты, нормальные проводятся. Нас интересует только эта хромосома. Вот, пожалуйста, это у нас будет невез. Может здесь что-то произойти, а ничего не может. Может отойти в одну генетику только вот этот трансфортированный хромосом. В другую ни одной 21-й хромосомы не попадут. Такие генеты не выжигают. А это означает, что 100% яйцеклеток у нее будет содержать вот этот хромосом. И когда будет происходить оплодотворение, естественно, нормально. яйцеклеток яйцеклеток это редкая трансфортированный трансфортированный трансфор. встречается. Она может быть не только у женщин, она может быть у папы этого ребенка то же самое. У него все сперматозовы тогда будут трансфортироваться. Значит, теперь о лейкозах. Вот это вот та трансфориция, которая была обнаружена перед в 1956 году. Это транслокация между 9 и 22 хромосомы. Что случается? Вот у 9 хромосомы на конце находится ген CRBA. Вот эта буква S всегда означает, что это клеточное слово CL, клетка. Клеточный нормальный ген. Вот он здесь находится. Это ген регуляторного ГРБЛК, Тирозин, Финаза, который участвует в передаче сигналах в очень многих сигнальных путях в клетку. То есть это регуляторный очень важный ген. У 22 хромосомы ближе к центроме тоже есть ген. Его функции сейчас изучены хуже, чем этого гена, но это тоже регуляторный ген. Сейчас известно, что он работает вот этот ген именно вот этот работает дифференцировка ветоцитов и отвечает за деление ответов в том числе. Вот произошла транслокация и у нас образовался так называемый генерный ген. Часть гена от вот этого и от части от второй. Вот 9-й хромосомы это ген ABL BCR. Он никакой вреда от него пока не обнаружено. А что вот 22-й мусор когда стала маленькая, потому что у него есть вот этот вот мусор участок перенесен на 9-ю хромосомы. Здесь от гена BCR остался промоутер и первый Ильзон. А промоутер это то, на что направлена регуляция экспрессии этого гена. Раз этот ген работает и интенсивно работает в дифференцирующихся лихоцитах вот он продолжает так работать. И вот этот транскрипционный фактор регулятор транскрипции он начинает экспрессироваться очень сильно. И делится 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 это одна цена. То есть фактически в этих клетках оказывается постоянно работающий сигнал для деления. Вот она и делится. А это первый этап злокачественной трансформации клеток. Это хромосома, ее название хирургертической, потому что она в больнице в городе Килогрессии в Штатах была обнаружена. Это маленькая хромосомка, она почти в два раза меньше даже самой маленькой 21-ой. Она маркер лейкоза. Без него обычный лейкоз такой не ставит. Диагноз, ну и кроме того, показатель успешности лечения наличия и отсутствия этой хромосомы. Это самое изучение частоты ахромосомных мутаций в популяции. Видите, тут страшное количество, ужасное просто хромосомы. Просто кошмар. на самом деле, на практике это не так страшно. Почему? Потому что это нарушение не во всех клетках организма. Это нарушение в мукоцитах. И они начинают проявляться только когда клетка делится. Зрелые мукоциты не делятся. Тут их специально стимулировали, чтобы они делились для того, чтобы можно было насосить. но тем не менее, вот это вот наличие таких хромосом или какие-то это фактически биологический дозинитр. Он показывает как примерно, конечно, очень приблизительно, какую дозу получил человек. Вначале начали это изучать очень давно, естественно, в керосинной многославке в первую очередь, но потом и в других местах. При авариях на атомных электростанциях, на полигонах ядерных, которые испытывали атомные бомбы до заключения испытания на открытом доступе и так далее. Люди обычные и здоровые, но такой уровень хромосомных нарушений лейкоцитов, он небольшой, примерно 8-10 процентов лейкоцитов имеют такие нарушения и остальные нормальные. На здоровье человека заметных нарушений нет, но как биологический бозильник это используется. Ну, вот это пример, как изменяются хромосомы в ходе эволюции. Это уже знакомый нам индийский китомой флаг, здесь самка, 6 хромосом, а это умеряющий родственник, это китайский это другой вид, 46 хромосом. Видите, какая разница, но, конечно, это очень интересно изучить, почему и как. Это перегруппировка хромосом, хотя отдельные участки здесь сохранились, но это очень специально способом изучения. Кое-какие я вам покажу в ходе анализа практических работ. Как изучать коррекции? Прежде всего нужно получать живые клетки. Для человека клетки крови самые доступные, их проще всего получить. Хотя, я говорила, лейкоциты перед глинической кровью не делятся, надо их стимулировать. Есть специальные стимуляторы, открытые, достаточно случайно, это белки, получаемые из некоторых бобовых растений, и так называют клетки демагритинами, они были использованы вначале для осаждения эритроцитов, чтобы получить плазм. Оказалось, что они помимо того, что осаждают эритроциты, они еще стимулируют эритроциты переделения. То оказалось, это не было. Вот таким образом стимулируют ответы переделения и в искусственных условиях их культивируют. Это здесь питательная среда. Красная она, потому что туда добавлен краситель феномовый красный для того, чтобы контролировать pH. Вот это более фиолетовый, это щелочная света, более кислая, будет более глупая. Культивируют двое-трое суток примерно. Естественно, это все идет о совершенно скорейных условиях и температуре 37 градусов, и подача углекислого газа, чтобы не было, чтобы было оптимальный фарш, он несколько более кислый, чем получается просто на открытом воздухе. Потом блокируют клеточное деление на стадии метафаза. Это давно известный способ вещества, которые разрушают микротрубочки величина, и клетки застывают на стадии метафаза. Готовят препараты. Вот так выглядит готовый препарат человеческих хромосом под средним увеличением микроскопа. Здесь вы видите окраска, вот такая окраска, поскольку анализируют при максимально возможном увеличении светового микроскопа, то там уже заметны аберрации хроматические из-за разного коэффициента проливления для света разной глины. Поэтому используют светофильтры. Обычно используют зеленый фильтр, отсветают просто часть светофильтра, тогда получаются черно-белые. Поэтому на всех фотографиях хромосомы черно-белые. Если это не какое-то специальное микросвещение хромосомы, связано с окраской. Вот получаются такие хромосомы. Это так называемая рутинная окраска хромосом. Ее можно получить окрашиванием хотя бы просто чернилами для авторучек. Не шарик только чернилами авторучек. Оно окрашивается. А вот это дифференциальное окрашивание, которое я говорила. Вот. Ну и теперь мы познакомимся с некоторыми практическими работами. Первая работа, девятая, хромосомы, кариотипы. Цель познакомиться с морфологией хромосом вообще и с кариотипами некоторых методов. читающих. Это вот так вот описано, ну и потом дальше, конечно, описание книги по самой практике есть, написано. Тут главное подготовить копии и фотографии. Эта работа простая, она в принципе доступна даже для учеников девятого класса, и здесь не так важно качество копии. Если вы делаете ксерокопию, то, пожалуйста, надо смотреть. Старые ксерокопированные аппараты очень мажут, то есть вот это все замажено, там ничего не раскрытие. Современные копированные аппараты дают хорошую ксерокопию, ну, примерно вот так, может быть чуть хуже, но ничего. Если у вас есть возможность, то я советую лучше делать скамирование. Скамирование вы можете увеличить и уменьшить размер фотографий, а это важно, потому что там приведены в таком размере, чтобы поместилось на стороне. А для того, чтобы лучше различать, желательно помочь покрупнее. И приведены, там предлагается проанализировать кариотипы хомячков, вот этих самых хомячков видов бойников. Сейчас еще даже не все согласны с тем, что это красные виды. Но тем не менее, это хомячки мелкие, барабельские и еще некоторые другие виды, забайкатские и сирии. Вот они отличаются числом хомячки предлагаются их проанализировать. Как мы это делим? Должна сказать, что как-то я проводила в рамках курса усовершенствования проводила демонстрацию этих лабораторных работ. Надо сказать, что учителям очень понравилось, потом были очень хорошие люди, потому что детям оказалось интересно. Вот как мы делим. Вот у нас фотография. Желательно достаточно большой размер. Просто берем лимитарно ножницы и каждую хромосому вырезаем. При этом копии желательно делать в двух экземплярах. Одну копию вы режете, а на другую вы смотрите, что-то случайно что-то не потеряло. Вот. Режете. Вырезали все хромосомы и поставили их вертикально. Вот ваши вырезанные, все остальные тоже вырезали. Что мы делаем дальше? Дальше начинаем подбирать пары. Удобно брать пинцетом их или просто пай с ними берем и подбираем. Вот эти вроде похожи, вроде похожи, ищем дальше. Но с этими нам придется поэкспериментировать, поприкладывать их несколько раз, найти максимально похожие. Вот мы разложили все вот они у нас с этой парой. Что мы видим? Этим хромосомам парой хромосомам. Что это означает? Это означает, что это половые хромосомы. Потому что здесь приведены у нас хромосомы только самцов. Это не дискриминация по половому признаку, просто у самок методов хромосомы. И анализ будет неполен. Вот мы ее взяли. А дальше что? Раскладываем раньше, когда изучали и публиковали кариотипы, было принято вот так вот, в меньшем масштабе напечатание полным метафастным пластином. Сейчас это не увеличено. Но это самое очень хорошо. Для демонстрации это очень хорошая вещь. И вот у нас описание. Что кариотип состоит из половых хромосом, 9, из 10 пар хромосом, 9 это аутосомы одинаковые на обоих полу и одна пара половых хромосом. И описание. Какие аутосомы? Две пары крупных метацентриков, две пары метацентриков среднего размера. Одна пара всего, две пары акроцентриков очень хорошо отличаются, акроцентриков среднего размера и три пары очень мелких метацентриков. Половые хромосомы среднего размера судной процентрики, у хромосома составляет по размеру примерно две трети от этих хромосом. Вот и все, что здесь можно делать. Поскольку у нас три вида, а вот мы и то же самое делаем для всех остальных. Крицетович миграториус серый хомячок, Крицетович серый гризиус и байканский, и Крицетович барабинский, барабинский. сейчас считается, что выделенный ранее вид заузский хромосом и барабинский, что это один вид, но тут однозначно обменяем. Вот теперь мы можем их сравнивать. Что мы тут увидим? Помимо того, что у барабинского 20 хромосом, у миграториуса 22, а у задайкарского 24, мы увидим еще некоторую разницу. в количестве акроцентрических хромосом, видите, у серого хомячка акроцентрических маленьких может быть акроцентрических а у забайкарского их наоборот в целых 5 пар, Немножко по-разному выглядят половые хромосомы, но чуть-чуть поменьше, другие побольше, короткие плечи, это несущественно. Первые хромосомы у всех похожи, ну, это, собственно говоря, это все, что нам нужно сказать. В принципе, конечно, эти кариотиты, эти клинья подключаются очень сильно. Я могу, конечно, показать, вот эта дифференциальная окраска хромосом этих же видов, в практике мы это не приводим, и анализ вот этих хромосом сравнения, это вообще-то шлистовый шипиватаж 20-генетиков, поскольку хромосомы перестроены очень существенно, и тут найти гомологичные участки очень существенно. Ну, вот так вот сходу можно увидеть, что, пожалуй, у Забайкальского и у Барабинского примерно одинаковая первая хромосома. А дальше дело в том, что в ходе эволюции происходит перегруппировка участков хромосом. Почему у кого-то там много акроцентриков, а у другого мало, а у акроцентрики посмевались, а дали эти самые покрытия хромосомы. И вот эти участки здесь надо найти. Это сложная работа. Поэтому я, конечно, и не привожу в это лабораторную работу. В этой же лабораторной работе приведено уже более серьезное задание сравнения близких и нет. Надо сказать, что у шимпанзе более близкого животного, чем человек, нет. У шимпанзе известны два вида, возможно, это один вид только под виду, а самый близкий рост это человек. Горилла, например, значительно дальше от шимпанзе, человек. Да и у человека, других родственников таких действительно, у шимпанзе. Так что расстояние от шимпанзе до Эрштейна, оно оказывается на уровне количества хромосом не такое большое. То есть не все определяет хромосомы, Вот. Здесь фотографии приведены очень хорошего качества. Ну, а дальше я вообще обычно не рекомендую даже всем поголовным людям давать эту работу. Здесь это, конечно, для противного скорее уровня, ну и потом класс, да для всех этих работ. Можно разделить на группы по несколько человек, по 2-3 человека группы и дать, кстати говоря, с видами, глиниками. Можно одной группе одного хомячка, другой другого, третьего, третьего хомячка, а потом сравнивать. Это все возможно. А вот в некоторых других работах тоже, которые относятся к хромосомы, там тоже на группу делить вполне нормально. Что мы делаем? Ну, конечно, мы должны разложить эти хромосомы, хромосомы. Здесь уже не 20 хромосом, а больше, поэтому это труднее. Но вот такие вот раскладки этих хромосом, они приведены в нашем учебнике для профильного образования. Эти фотографии есть, и сравнение этих хромосом, в учебнике есть, на этих же фотографиях, так что можно консультироваться с учебниками. Ну, разложили мы, что увидели. У человека 22 аутосомы пара, у меня половых аутосомы, 23 человек, у шимфанцы 24 пара хромосомы. Их 48 хромосом. И когда мы разложим, увидим, что вот одной хромосомы в этой группе, которая по парижке нам не благую обозначена группа А, крупная, в углещая хромосомы, нет у него. Зато у меня лишние две пары хромосом, а в группе Ц средняя. Что мы можем думать по этому поводу? Естественное предположение, которое у нас возникает, что человеческая хромосома, это результат слияния двух ошибаний хромосом. Давайте проверим. Вот для начала мы сравниваем хромосомы. Первый человек, у чьих человек, все ошибаются. Значит, сравниваем. Ну, и видим, хромосомы-то одинаковые. Что мы сравниваем? Мы сравниваем полоски, толстая полоска, тонкая полоска, где они расположены, в каком порядке, на каком расстоянии. Смотрим, что у шумпанзе вторая хромосома, это вторая в группе, а та такая же, человеческая третья. А вторая хромосома наша. Сравниваем и с другой группой. Я здесь просто наугад хромосома. Три разные хромосомы. Посмотрим, похожи. Если мы попробуем сравнить, когда мы будем сравнивать по парну каждую полоску, мы видим, как она одинаковая. То есть, если немножко с одной хромосомы, она все равно это примерно одинаковая. Похожая хромосома. Фактически, это одна и та же хромосома. Одинаковая. Ну, это немаловичная хромосома. У разных людей. Ну, а что касается вот этих хромосом? Вот сравнение здесь уже сравнение кориатиков. В каждой палочке слева человеческая хромосома, справа сантаза. Вот мы видим. Для второй человеческой хромосомы нам не нашлось пар. Зато в этой путье у нас нет хромосомы сантаза человеческих. Мы же предположили, что они смеются. Давайте посмотрим. вот пожалуйста. Вот человеческая хромосома, мы смотрим. Все мелкие полоски, мы их обычно называем бендер, по-английски полоска. И даже где-то видна очень слабенькая полоска, которая плохо видна. Вот есть какое-то что-то такое если сложить. Если мы хромосомы сделаем подлиннее, мы возьмем метафазные, а про-метафазные. Их анализируют в ритме, но бендер там больше. 13 хромосома шимпанся она гомологична короткому ключу вторая хромосома человека. А 12 хромосома шимпанся гомологична для гомологичной. Что произошло в революции? Тут возможны два варианта. Действительно, что у клетков общих шимпансей у человека было 48 хромосом, дальше шимпансей у человека расстрелились и вот эти две хромосомы клетков слились, образовав одну хромосом. Хотя в том числе это не исключен и обратный вариант, что было 40 6 хромосом, а это хромосомы на передках шимпансей и других человекообразных разделились. Возможно и так. Это тут сказать трудно. Сейчас почему-то исследователи склоняются больше к предположению, что было разделение хромосом. Но здесь мы однозначно выключились в этот момент. Это сравнение английских лимитров. Вот это самое мы делали вот как здесь у нас не пустое место, а приклеили их вот так вот. Это 12-я хромосома, это 13-я. И вместе у нас человек, шампангер, человек, шампангер. То, что здесь Y-хромосомы немножко помеще, это ничего особенного нет. Все бенды на месте и ген, определяющий развитие по мужскому пути, ген CRY, он находится под темперамерами хромосомы, так что хромосома может довольно сильно варьировать размеры человека. То есть обязательно остаются люди, у которых и хромосомы такого же размера, это ни на что не влияет. Это не поделывающие участки анимации. Мы видим, что очень близко человеку шампангера. На самом очень подробно они находят другие изменения. Их мы можем увидеть. Например, вот здесь наши 12-е хромосомы. Вот здесь есть только внешняя сомпангера. Есть чаще всего здесь присутствует несколько инвестий, пересиметрических инвестий, которые захватывают центральный рот. Поэтому конечно различия не только в этом, но все равно хромосом вещества. Достаточно сказать, что при определении секвенирования геном человека и шампанга пока что обнаружили, что один ген у человека, который есть аушампангера, гена, нет всего один, единственный, на 23 тысячи генов. По остальным генам отличия есть, но это отличие не в генах, а в альерах в этих генах. Мегатераллельные вещи все простые, а с альерами асантемии могут вы сами. Ну вот здесь вот это изменение положения генов в результате вируса еще вопрос не я одни на что-нибудь делаю. Сейчас-то это один из изолирующих механизмов, которые превращают может недоволь скорей силы. Но как человек очень против этого не знает. Ну это была девятая работа в начале. Это просто мы ознакомимся с кореотипом из хромосомов. А это уже в теме генитика мутационная изменчивость мы знаем есть линомные хромосомные мутации. Но линомная мутация поликлоидия для человека для многоксистов не характерна. В некоторых случаях треплоидные клетки могут быть у человека. Помощи человек треплоидные муты могут. Это очень тяжелое нарушение. таких неизвестно. Это отдельные клетки могут быть. Так называемые мозолекции. Один отряд треплоидные остальные деплоидные. Поэтому здесь геномные мутации это только трясомия. В частности мы будем рассматривать хромосомы при взрываемой болезни гауна. А это только примеры. Это примеры хромосомных мутаций. Мы знаем какие бывают хромосомные мутации. Делекции бубликации инверсия, транслокация и разновидность транслокации, так называемое робертсоновское связание и последование целых хромосомов. Это как раз это вторая хромосома человека по сравнению с симпатом. Это примеры. Тут все нарушения, все хромосомные мутации ведут очень хорошо. Ведутся хромосомы на 5 человек. Вот отмечено этого сегмента очень небольшого нету такой вот мутантной хромосомы. Это хромосомный синдром кахачевого калита. Три дца часто по-французски называют. Это конечно очень заметное нарушение, но тем не менее дети живут способны говорить, себя обслуживать. Существует даже форум родителей какие-то лица в интернете. Есть специальное обучение, то есть люди могут жить. У них немножко своеобразная отношность, но не более того. Конечно снижение основных способностей безусловно. дупликация. У человека достаточно крупной дупликации я найти не могла, а вот у одного из видов грызунов, крысовидный хомячев, черствия тритон, довольно экзотическое животное, он живет у нас только на лиде Дальнего Востока, примерно в этой самой помост в области и садла прерывающей области питания. Вот это вот здесь просто на этой хромосоме дупликация тут на очень хорошо. Видите, совершенно одинаково. Подцентрометная область с большой шапкой она здесь есть, а здесь одна такая область и нет. Это инверсия. Тоже у человека встречаются инверсиями. Если от центрометного района 9-й хромосомы бывают, бывает для носителей этой инверсии никаких проблем нету, а вот у ребенка может быть нарушено. А вот низ-за несбалансированности. А вот здесь инверсия, видите, это инверсия целого ключа. воронская полетка краснокнижная животная. Здесь видно хорошо, уж очень яркие полоски, какие видны все хорошо. Другие, вот транслокация робертсоновская, то есть освоение, здесь я в качестве примера привожу не человека шимпанте, а хромосомы другого хомячка, мы все видим, хромического хомячка. Вот это у одного хомячка, одна хромосома вот такая огромная, резко выделяющаяся, и вот таким же образом находим две подходящие хромосомы. Тоже очень индивидуальная картина расположения мы, например, легко относительно определяем. Ну, а в качестве прошлой транслокации то, что я уже показывала, эта транслокация 9-й и 22-й хромосомы, она достаточно хорошо видна. Ну, это хромосома очень маленькая, но одинакая большая. На дифференциальной окраске хромосом она видна довольно хорошо. Но, конечно, это работа уже для позже продвижных учеников. Иначе, мы, конечно, это тоже делать в группах с тем, чтобы каждая группа дать какую-то одну хромонку, ну, один кариатик, ну, например, вот гомосатэш, я тут мешки вот этих обозначений не имею, их надо определить. Это я для вас пока показала в обоих этих хромосом. это видна довольно хорошо, но, должно сказать, что это должен быть тренированный видят на самом деле. Я-то в свое время работала, принимала участие в организации юридористической презентации в Новосибирске и первоначально делала для них хриотипы, сейчас они самостоятельны. Поэтому для меня это самое, я сразу вижу, вот они на нормальные хромосомы, но она-то нормальные, потому что четвертая хромосома, на эту похожа, вот четвертая хромосома, вот эта пятая. Вот здесь я раскладки хромосом, хореотипов сейчас не привожу, приведу потом только расслаблотного хореотипа. Это одна хореотипа. Другой Ческий приведен вот этот самый с дубликатацией, это эти же самые хромосомы, которые приводят к хореотипа. Вот это хромосомы с дубликатацией, а вот нормальные хромосомы. А фотографии эти самые, так что если у вас вы найдете, это дубликация. Это у нас инверсия, и воронская полетка, даже привела карту. Это индивиджный вид, она вводится вообще на Дальнем Востоке, в очень ограниченном зоне, в октябре, в озере Великого озера Неворон. Это примерно 90 км к северу от Комсомольского на море. Это краснокнижное хореотипе. Прямо скажем, что в те времена, когда изучали хромосомы, а это было лет 30 назад, еще у них не было статуса краснокнижен, поэтому можно было спокойно поймать полетку и жить хромосомы, сейчас это не так, просто. Но то хорошо видно инвестии. Надо сказать, что часть грызунов, грызуны вообще очень большинная группа, часть грызунов, особенно те пункты, которые относятся к полеткам, у них вот так сложилось, что у них в настоящее время довольно интенсивно идет эволюция кариотита. Поэтому разнообразные хромосомные мутации у них встречаются нередко. И в некоторых случаях нам приходится удивляться, а как они размножаются. Это гетерозелёк по мутации, а по смеянию. Когда будет именез, в одну сторону отойдет, допустим, одна пятая хромосома, а в другую сторону другая. А, нет, это у нас инвеса. Они сложно будет это самое у нас транслокации. Когда транслокации, я говорю, а депликация, надо потом опять транслокации. депликация, и в любом случае им сложно проходить минус. В некоторых случаях здесь, по-видимому, не комментируют. Комментируют одно плечо, а второе не комментируют. Вот так вот, в сторону. Хуже, конечно, когда бывают транслокации. Здесь, поскольку это человеческая транслокация, я о них подробно показываю, вам сейчас не рассказываю. Вот просто для, например, вот 21-я хромосома, вот 21-я хромосома, вот 22-я одна, это 19-я хромосома, а вот крошечная, потому что от 22-я тоже фактически большая часть в его плеча. Она и так маленькая. Здесь тоже абсолютно. А вот 9-я хромосома хорошо получается вот трансфорцированная, а вот нормальная хромосома. И теперь как раз украберционная хромосома это мы же видим хромосом. Очень симпатичные зверюшки. А вот вот как здесь проходит хромосома, а хромосома, 6-я, 8-я хромосома, вот она 6-я, вот 8-я. Как будет проходить комбинация хромосома? Сюда пристроится 8-я, сюда 6-я. Как комбинация нормальная, а как расстраивая восьмая будет расходиться, она обязательно с собой ведет 6-ю, а 6-я это вот это вот, она совсем не обязана идти в другую историю, она спокойно может трансляции, и сюда что получится, получится той самую божественную промышленность. Вот как здесь они обходятся с казахстей тридно, а в некоторых случаях это приводит к действительности просто к снизению холодовикости. Что может произойти в ходе эволюции дальше? Вот эта трослокация анализ, это не единственный звенок с этой трослокацией, они встречаются. Вот встретятся два таких осанка и получится гомозидиота по этой трослокации. А если получится гомозидиота, то никаких проблем с мельозом не будет, все будет проектироваться совершенно нормально. Такие случаи существуют. Кстати, с обычными движениями с мельозой. Наша мышь, у нас домовая мышь, у нас 40 хромосом, 22 хромосомы все процедрические хорошо. А вот оказалось, что в алпах почему-то вот они не происходят вот такими вот цинфическим слиянием разных хромосом. И если у нашей мыши 40 хромосом, 20 пар акроцинфических хромосом, то у тех мыши получается хромосом не 40, а 38 и одна пара крупных метроцинфических хромосом, двух лечек, свечесых хромосомов. И вариантов слияния очень много. Буквально в каждом артийском мусоре своя раса мусор. То есть это вот такой распространенный способ эволюции кориотипа. вот он сейчас для Косюнов характер. Ну и последняя работа это уже в теме генетика человека. Это как раз знакомство с самыми распространенными хромосомными болезнями человека. Это трисаминя по х-хромосом, трисаминя по 21 хромосом и моносомия, единственная моносомия, из которой человек может вид по х-хромосому. Вот здесь нормальный кориотип человека, он приводит среди учебники, здесь нормальный кориотип, чтобы с ним можно было сравнить. Ну и не надо сравнить с этим объемом. Теперь посмотрим. Вот нам сказано это хромосомы больного с синдромом Клинпеттера. Синдром Клинпеттера это фенотипический мужчина, у них 47 хромосом, 2 х, х и вы. Поскольку у нас мужской и женский пункт отличаются количеством хромосом, то для соблюдения баланса генов одна хромосом, если их две, или три, или четыре, такое то, случается. Эти хромосомы инактивируются, просто выключаются, работает одна хромосома и улучшена и дальше. И у больных с синдромом Клинпеттера то же самое, две хромосомы одна выключается, работает одна. Поэтому симптомы минимальные, умственное развитие в пределах нормы, может быть оно слегка снижено, но за пределы нормы не вот как мы анализируем такое, вот у нас здесь, мы знаем, что синдром Клинпеттера это 40 всех хромосом, а мы можем посчитать хромосом. Здесь, конечно, хромосомы лежат хорошо, но чтобы нам было проще, это просто такой прием. Мы взяли карандаш и вот эту фотографию расчертили вот так, просто разделили на участки. Нам полегче посчитать, посчитали 15, здесь хромосом 23, 32 и 47 47 хромосом. Сразу я говорю, а это и все к себе. Но можно раскладку хореотипа сделать все-таки, не нам, а учить ученикам сделать, чтобы действительно без хромосом, вот они есть, хромосомная важность. Здесь я просто неприготовлена что время получается. Другое это самое, хромосома женщины с синдромом Тюрнера. Опять расчистили, посчитали 45 хромосом. 45 хромосом это означает, раз она довольно характерная внешность, рост очень маленький. На нижней границе нервы 130 сантиметров этого роста. То есть это еще в пределах нервы, но очень маленький. Некоторые другие отличаются. Главное, что они бесплодные. Косвеное развитие совершенно нормальное. Посчитали, опять разложили. Всего одна из хромосом. Вот. Что здесь? Это у нас хромосомы мальчика с болезнью Тауны, с синдромом Тауны. Вот здесь мы, я покажу, расклад. Посчитали, определили действительно 47 хромосом. Мальчики должны определить, должны различить уроки хромосомы, а разложение у нас 3 21 хромосомы. Это типичный синдром Тауна. Это первую очередь это. Ну, с синдромом Тауна конечно не очень простая история. Они живут достаточно хорошо. Раньше они живут плохо. У них часто врожденные пороки сердца иногда очень серьезные. Ну, делают раннюю операцию исправляют. Но и степени мышечной осталости бывают довольно разные. Дело в том, что мы не всегда можем различить вот это вот лишнее 21 хромосома во всех клетках организма или только в лейкоцитах. То есть не только в лейкоцитах, но и в некоторых других клетках мы скажем, а это мозаицизм. То есть у человека будут отмечения нормальные ритмиссии с 21 хромосома. Тогда симптомы выражены легче. Вот всегда приводят пример одного из американских киноактеров, который переиграет в кино больного. У него симптомы выражены не очень сильно. Даже внешнее механизм это на внешность и лицо в момент он очень характерный. Вот один раз увидит, а в больше раз пудет нельзя. Он не очень лежит. Я уверена, что он мозаик. Но даже полностью такие хрисоники существуют специальные методы обучения. Это серьезная тема. Это затратная серьезная тема. они обычно даже во вспомогательной школе учиться не могут. Но специальные обучения в во всяком случае себя обслуживают. Вот еще одна картинка. Это тоже девочка с болезнью с синдромом Даммана. Посчитали хромосомы, а у нее 46 хромосомы. Что мы можем предположить? Можем предположить, что это вовсе какое-то другое нарушение. Не похоже погнешне, мало ничего бывает. Поэтому нам надо разложить обязательные эти разложения. Что мы видим? Вот у нас хромосома, который не по-здорому видит. Мы очень не видим. Это 24 хромосомы. Это та самая девушка, которая родилась у молодой здоровой женщины, с которой было 45 хромосом. Я покажу вам вот. Здесь вот такая история. К счастью, это нарушение довольно редкое. Синдром Дауна бывает и трясомия, бывает и транслокационный. Причем транслокации такие редкие, чаще всего транслокации. Это 21-17-13. там это не такая трагичная вещь. Там по крайней мере 50% вероятность родения здорового студента. Она может быть полностью с нормальным креотиком, может быть сбалансированная транслокация, вот, как у мамы. Вот, но по крайней мере он не доставит. Ну, собственно говоря, я, пожалуй, на этом сегодня с вами Куинчин. Это фактически все, что я вам хотела рассказать. Жду ваши вопросы. Как проходит подготовка плода для большого хромосома? Сейчас в таких случаях, когда есть основания опасаться рождения больного ребенка, проводят дородовую диагностику. Нас очень часто боятся. Это же очень вредно, это повышает риск выпадыша. Но на самом деле это хирургическая операция, очень простая. Любое хирургическое обращательство несет в себе риски. хотя не такие большие, как нам это кажется. Что делают? Под местным обеспечением просто прокалывают брюхную стенку и стенку матки и берут околоклодную жидкость. В околоклодной жидкости очень много клеток, которые слущиваются с покровных тканей плода. А их культивируют, на них производят. В некоторых случаях берут уже биопсию хориона, то есть чаще плодов. Это более сложное и трудное исследование. Иногда утепляются у плода, это на больших сроках беременности, взять кровь из пополения иены. Сам кровь, конечно, никогда не пробуют, никогда. Ну и дальше уже родители решают, что делать, прервать беременность или расставить. Так, если у вас практика, что означает практика? В школе я даю лабораторную работе, вот это самое. в школе есть практика по молекулярной биологии, но это к хромосомам не имеет отношения. Какая классификация в этих мутаций болезни более грамотная? Ну, это самое, нет, классификация какая, есть мутации демнер, есть мутации, хромосомные, это разное, поэтому через что-то вполне конечно не мутации. Демнер, мутация хромосомная и демнер. Демнерная мутация, вот эта вот, болезнь Дауна, это демнерная мутация. Видите, они разные бывают. И здесь, когда у нас транслокационный синдром Дауна, мы даже не можем выключить, это демнер, это демнер хромосомная. Но вот такой вот строгой классификации, она просто практически надежности это у меня. Их немного. Так, ну все, больше вопросов нет. Тогда до свидания. С вами прошу. Продолжение следует...